Всем здравствуйте, меня зовут Людмила Козловская, я являюсь президентом правозащитного международного фонда «Открытый диалог», а также модератором и администратором группы правозащитной, мониторинговой активисты и не экстремисты. Сегодняшний наш прямой эфир будет посвящен политическому преследованию, взятие в заложники сотрудников компании КСС. Эта компания ассоциируется вместе с правозащитником и активистом, экоактивистом Барлаком Медагазиевым, который публично оказывал поддержку и для гражданского общества, политических заключенных, а также непосредственно оказывал финансовую помощь для оплаты политически мотивированных штрафов или же, например, адвокатов в поддержке десятков жертв политических репрессий, тех, кто сейчас находится под арестами и сотни тех, кто подвергался административным и другим формам преследования политического в Казахстане. И сегодня мы поговорим с сотрудниками фирмы КСС, которые в результате этих действий стали фактически, незаконные действия со стороны власти Казахстана стали заложниками. Это уже не первый наш прямой эфир. У нас был отдельный прямой эфир, в том числе с Барлаком Медагазиевым, где мы подробно рассказывали, что случится с инвесторами, в том числе, например, с добычей нефти в Казахстане, какое оказывает влияние политическое преследование Барлаком Медагазиева, а также всех сотрудников, в том числе директора Бауржана Джусупова, в том числе инвесторов из США, например, ExxenMobil или же Chevron, с которыми работает фирма КСС, и в том числе экологию в Казахстане. Итак, сегодня с нами в прямом эфире сотрудники КСС, но и также мои коллеги-правозащитники. С нами в прямом эфире Айгуль Павел из правозащитного движения 405 Антонио Станго, президент Итальянской Федерации по правам человека, и Алману Рушеву, одна из основательниц движения правозащитного Веритас. Каждый из них очень хорошо знает деятельность Барлака Медагазиева, а также так или иначе защищал или уступал в защиту тех, кто преследуется в результате его правозащитной и экологической деятельности. Но сейчас я хотела бы в первую очередь дать возможность выступить сотрудникам фирмы КСС. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь. Каждый из вас, кто сейчас с нами в прямом эфире, чтобы зрители знали об этом. Здравствуйте. Да-да-да. И потом расскажете, в том числе, ну, какие месседжи вы хотели бы донести до международного сообщества. То есть, я так понимаю, здравствуйте, в первую очередь, Сауле, секундочку, Аль-Мухамбетова, да? Да, правильно. Да. Вот скажите, пожалуйста, чем занимается фирма КСС в общем, да, и вот что стало причиной преследования, вот как вы это воспринимаете, то есть, как вы себя ощущаете в качестве заложников, ну, фактически политических заложников в Казахстане? Да, я как бы сделаю такое небольшое вступление, еще раз представлюсь. Здравствуйте, меня зовут Сауле, Аль-Мухамбетова, я являюсь ассистентом директора. И уже много лет, можно сказать, на моих глазах компания КСС развивается и достигла, скажем, уровня, мирового уровня. На данный момент наша компания имеет контракт с ТО «Тенгий Шевройл» на автоматизированную очистку резервуаров без доступа человека и переработка нефтишлама. Хочу сказать, что наша константская компания впервые в истории тенгийского месторождения применила технологии, уникальные технологии, имеют оборудование именно на автоматизированную очистку нефтяных резервуаров без доступа человека. То есть здесь управляют роботы и человек туда не входит. А другие предприятия в Казахстане, они вообще имеют такую возможность? Нет, мы впервые казахстанская компания, именно не иностранная, а впервые в истории, я вам повторяюсь, говорю, что впервые в истории местная казахстанская компания именно предоставляет услуги мирового уровня. И дальше, следуя программе «Зеленая программа», «Зеленая экономика», мы очищаем нефтишлам и перерабатываем обратно ТО «Тенгий Шевройл» очищенную нефть. Это, скажем, до нас, скажем, нефтишлам просто тупо утилизировали. Сейчас мы именно такие услуги предоставляем. И, соответственно, имеем благодарственные письма от руководства ТШО. Но хочу сказать, что на данный момент теперь наша компания, она, скажем, подвергается гонениям. А наши сотрудники, это Джусупо Боржан, Мендагази Барлык, Мендагази Бекижан, они именно подвергаются уголовному преследованию. За что? Я, знаете, я в первую очередь связываю это именно с тем, что наш основатель и коллега Мендагази Барлык занимается правозащитной именно политической деятельностью. И в связи с этим, знаете, вот идут явные нарушения с момента открытия уголовных дел и лоббируется, видно, явно лоббируется это прокурорами и судьями. То есть мы как бы стучимся именно в глухую стену. В данный момент в Атаравском городском суде рассматривается уже уголовное дело в отношении нашего директора Джусупо Боржаны. И мы требуем именно законности соблюдения именно этого процесса. Ну, знаете, как вот именно проходит цивилизованных странах. Так как, знаете, на наших глазах именно творится вот такое, скажем, беззаконие. И явно, прям явно видно, что они хотят наказать буржаны и уничтожить нашу компанию. А вот как они, если я могу прервать вас, уничтожение предприятия, то есть они сейчас что делают? Вот Барлак Медагазин говорил о том, что есть очень серьезный риск того, что они просто заморозят счет компании. Вот у вас забрали фактически печати. Что еще они сделали, что фактически может сейчас остановить работу предприятия? И что они должны немедленно перестать делать? Да, смотрите, в первую очередь они открыли уголовные дела, они открыли налоговые проверки. И, соответственно, это все липовое. И, соответственно, этих проверок доначисляют нам налоги огромные суммы. И, естественно, это все, скажем так, если нам инкассовое поручение, потому что банк закроет счета, то есть выставит нам эту задолженность, то, естественно, мы не сможем же выплатить эти налоги. И вот как раз таким образом это, видимо, у государства отработанная система, что, естественно, мы не сможем в дальнейшем работать, потому что мы не сможем платить по счетам, мы не сможем платить зарплату работникам, коммунальные услуги, другие какие-то услуги, даже интернет мы не сможем платить. Все, мы тогда сядем. Естественно, а мы же должны компании ТЭО, ТЭНГИ, Шевройл предоставлять услуги качественно в соответствии с мирового уровня. А кто ваши основные клиенты? Вот вы, если можете, назовите, кто ваши основные клиенты? Основной клиент как раз у нас имеется прямой контракт с ТЭО, ТЭНГИ, Шевройл. Мы ни через кого, скажем так, не работаем, но вот именно так получилось. Но ты же выставил практически со стороны властей себе в стопу. Это же один из самых важных инвесторов в Казахстан. Конечно, да. Это как раз именно на ТЭНГИ. Да, это оператор как раз ТЭНГИского месторождения. Вы можете на один день остановиться? Вот, например, вот они к вам пришли. Вот что означает один день остановки вашего предприятия? Вот даже один. Это вот можно так взять, выключить, отрезать, что произойдет? Ну, дело в том, что в зависимости от того, вы имеете в виду на заводе или... Да, вот ваше предприятие перестало работать, да, вот именно конкретно ваша фирма. Смотрите, дело в том, что процесс именно производства на заводе ТЭНГИского месторождения, он не останавливается. А если остановится, он может остановиться? То есть это вообще возможно? Смотрите, ну, опять же, в чем наша уникальность? В том, что мы переработаем нефтишлам и отдаем очищенную нефть, чистую нефть, товарную нефть. До нас этого никто не делал. До нас что они делали? Они этот нефтишлам, они просто утилизировали. То есть если мы сейчас останавливаемся, то, соответственно, они будут возвращаться опять именно к этому виду деятельности, то есть они будут нефтишлам утилизировать, потому что процесс производства, он невозможный восстановить на месторождении. Ну, вот это я как раз-таки хотела понять, потому что, насколько мне известно, я, конечно, не являюсь экспертом, я бы просто читала об этом, что если, ну, вот, фактически какой-то из маленьких звеньев вот этой сложной цепи по нефтедобыче и очистке нефти перестает работать, фактически может произойти экологическая катастрофа, а вообще поставка нефти, это международный скандал. Вот я просто удивляюсь, неужели казахстанские власти этого не понимают? Если вы являетесь единственным таким своего рода оператором по очистке нефти, то это выстрел реально себе в стопу. Я хотела бы сейчас спросить, есть ли среди вас человек, который мог бы нам рассказать по поводу именно вот этой технической части, ну, то есть вот что именно делает, какое оборудование вы используете на тенгизском месторождении? Акад, может быть, вы расскажете нам? Меня зовут Зайнеев Акад, я являюсь главным инженером компании КЭТС. И как раз вот работаем по этому оборудованию. Оборудование у нас уникальное, там совершенно новые технологии на передовом уровне мировом. И вот как говорили уже, работаем на ТШО. Мы, вся суть, фишка в этом оборудовании, мы минимизируем нефтешлам, получаем из этого объема нефть, щелочную воду, и из этого объема получается где-то процентов 10 всего нефтешлам выходит из 100%. Где-то у нас 50% порядка выходит нефти, 50-60, где-то процентов 40, наверное, щелочной воды. Все это продукт, все это мы сдаем назад в ТШО. Само оборудование у нас, суть его заключается в чем? По времени мы тоже в разы сокращаем период времени, допустим, этого зачистки резервуара. Если раньше, допустим, требовалось несколько месяцев, порядка, там где-то уходило все лето, это где-то 4-5 месяцев. Сейчас у нас максимально идет месяц-две недели. Плюс у нас идет работа в опасной среде, без доступа людей, персонала. Соответственно, там где-то безопасно. Оператор сидит отдельно, через камеры делает свою работу. Через управление компьютером или как это делается? Да, через управление. Управляет все компьютером, нет, в таком плане. Плюс по экологии там все у нас выходит чисто. Если, допустим, раньше люди залазили в этот резервуар. Прямо физически? Да, лопатами вытаскивали все это, дышали этими газами всеми. Сейчас у нас нету, потому что наши заказчики удивились, когда мы начали эту работу. Вокруг резервуара чистота, как будто там вообще никаких работ не велось. Они были в шоке, если честно. Ну, а почему тогда вот ваше предприятие, по сути, вы смотрите, вот я сейчас вас слушаю, у меня сразу начинает всплывать такой момент, что подобный скандал по, скажем, очистке нефти был между Россией и Беларусью в 2019 году. И там Беларусь заявила о том, что они потеряли фактически 2 миллиарда долларов из-за грязной нефти из России. Ну, вот сейчас, если задерживают ваше предприятие, поправьте меня, если я ошибаюсь, получается, что выстраивается такая же цель, цепь, то есть они убивают ваше предприятие с самыми новейшими технологиями и тогда что? Вот эта вся неочищенная нефть, если этот процесс как бы неразрываемый, она идет что? Нет, да, потом у нас идет еще, есть другая эта система, есть система переработки нефти, которая как раз минимизирует этот, потому что как раз в данное время мы работаем еще на РПМ, это сердце тышевого завода. Что такое РПМ? Там аккумулируется резидуарный парк нефти, там аккумулируется вся нефть, собирается и качается по вот этот КТК трубопроводу. А КТК это что такое, если можно, чтобы просто наши все, у нас будут смотреть, в том числе международные эксперты, чтобы они просто понимали четко, о чем вы говорите, что такое КТК в данном случае? Каспийский трубопроводный консорциум. То есть это, по сути, главная труба из Казахстана на международный рынок, правильно? Да, да. Это тоже зависит от нефти, которая туда попадает. Да, да, от нашей работы как раз зависит, какой частоты туда нефть идет. Если мы не успеваем, не справляемся с своей работой, туда идет грязная нефть. Ну так а если вас останавливают? То есть вот фактически, если закрывают предприятие, увольняют сотрудников, которые являются единственными в данном случае... Да, вот так пойдет неочищенная нефть. Ну это же скандал. Ну это скандал, но... Ну вот я, если честно, немножко шокирована, потому что это же огромный урон, особенно сейчас, во время коронавируса, когда люди теряют работу. То есть вообще, вот как кто-то из вас может это тоже прокомментировать? То есть как деятельность Барлыка, она вообще сейчас связана? Барлык постоянно говорит о том, что он передал свою собственность фактически вам, как людям, которые ранее работали, помогали ему поднимать это предприятие. Фактически сейчас он является просто одним из сотрудников предприятия КСС. Вот как вы тоже воспринимаете это нападение фактически? Ну мы все знаем, что политические преследования, они координируются главой КНБ Каримом Масимовым, ну еще Саматом Абишем, как племянником Нурсултана Назарбаева. Ну Нурсултан Назарбаев, он же сам получает бенефиты, то есть вся семья, они получают бенефиты именно от поставок нефти на международный уровень. Поэтому неужели они не понимают, что убивая ваше предприятие, они в том числе убивают свой источник дохода. А вы, по сути, делаете им большую услугу. Вот кто как может высказаться на эту тему тоже? Что вы вообще считаете о безработице, о нападении на ваше предприятие? Можно я скажу? Меня зовут Сартина Мурдогалеев. Я являюсь супервайзером компании. Работаю с 2005 года. И вот это... Вообще основатель компании Барл у нас. Миндогалеев. Когда вот у нас работа... Ну как у нас? У нас работа, любая работа у нас всегда идет отлаженно, налаженно. Но все у нас как по конвейеру. И это... Как вам сказать? Мы кому-то сверху всегда мешаем. Когда здесь на... В нашем районе, это в Западной Казахстанской области, на Ченаревском месторождении, когда решили сделать натуральный гадюшник, туда хотели сливать все сбросы. В первую очередь, медное население, и Барл тоже их поддержал. В общем, мы начали выступать. А какие последствия это имело? А какие это последствия имело для людей, для жизни? Вот как это отражалось на здоровье, на экологии? Вот конкретно. Ну и мы понимаем, что загрязняет, но вот как именно? Что происходило с людьми? Это напрямую. У нас же там реки. Быковка, Эмбулатовка, Рубежка. Все три реки, они все идут с России, и все впадают в Урал. А вот это Ченаревское месторождение как раз в этой сети находится. То есть загрязнение воды фактически, правильно? Да-да-да. Это напрямую загрязнение. Вот. Тем более с нашего района мы воду поставляем в город Уральск. Это считается, мы отравляем не то, что нас, а мы и Уральск весь отравим. И вот против этого мы выступили. И все. После этого началось гонение наоборот. Нам сразу сначала здесь в Боксайне не стали давать работу. Все-таки держались, держались. Потом, когда уже Барлка начали уже напрямую притеснять и налоги, и КНБ там, он решил 100% всю свою долю раздать нам. Акционерам. Сегодня с 2016 года мы являемся акционерами. То есть фактически управлением предприятия отвечаете вы? Да, мы сами управляем, сами работаем. На данный момент мы выбрали директора Бауржана. в Жизукову. Теперь, да, теперь они, получается, до Барлка не могут добраться. Берут его в заложники, да? Да, теперь у него, теперь у нас начинается гонение на Бауржан. Ну, вы считаете, что это политическое гонение, или что... Ну, я поняла, что вы считаете это незаконным, но считаете ли вы, что это именно политическое гонение? Однозначно это политическое гонение. Понятно, спасибо большое. А вот смотрите, вот еще один очень важный момент. В стране все-таки тотальная безработица, да? Все предприятия банкротятся. Я даже читала, что у вас в ЗКО рестораторы собираются объявлять протесты. Вот неужели не понимает локальная власть, КНБ, которая организовывает преследование вашей компании, что они еще больше провоцируют безработицу, уничтожение главного подрядчика, одного из ключевых инвесторов. Вот кто может еще на эту тему высказаться? Что вы считаете? Насколько важно ваш подприятие для того, чтобы не было безработицы тотальной в вашем регионе? Антон, я вижу, что вы там хотите сказать, но так стесняетесь. Пожалуйста. Еще хочу сказать, по всей стране идет тотальная безработица, закрываются многие частные компании, и в то же время нас, которая развивается нормально, хотят закрыть ее. С лица земли снести, получается. Так, если нас уберут, эту компанию закроют, то нам уже, получается, семьи кормить нечем. Это уже ясно. Безработица сплошная пойдет. И мне кажется, если такие бездействительные экономические ситуации будут, то мне кажется, что будет революция какая-то уже произойдет. Понятно. А вот скажите, вот как вы считаете, ну вот фактически вы являетесь одним сейчас из главных лиц, которые формируют денежную массу, в том числе для того, чтобы выплачивать потенциальные гарантии тем, кто остался без ресурсов. Потому что ваше предприятие помогает работать инвестором, вы сейчас платите налоги. В моменте, когда ваше предприятие останавливается, откуда будут браться деньги для того, чтобы оплачивать все налоги и в том числе оплачивать счета тех, кто совсем сейчас остался без ресурсов. Государство уже распределяет ресурсы, да? Будет ли вообще такая возможность? Есть еще другие предприятия в вашем регионе, которые вот так же работают как по часам, как КСС? Есть, но такое идет притеснение. Получается, я не знаю, как будет пополняться бюджет тогда страны, если вот так вот все сейчас начнется закрываться. Спасибо большое. Теперь скажите, пожалуйста, ну, кто еще хотел бы что-то добавить? Может быть, к тому, что уже сказал Анатолий? Можно я скажу? Да-да, пожалуйста. Я, Сергей Барабаш, работаю в КСС 2006 года. Сейчас, на данный момент, занимает должность старший оператор газовой котельной. Мы, значит, почти практически с основания нашей организации здесь работаем. Также принимал непосредственное участие, значит, когда мы в Тингис уехали, и там, ну, как говорится, в первых рядах я был. Ну, сейчас я нахожусь здесь, в Оксайе, на постоянной работе. Вот. Я что хочу сказать? Значит, ну, если вот так вот будут наши организации, значит, как с другими организациями разорять, просто, просто-напросто разоряют сейчас организацию. Люди остаются без работы. Вот если так сказать, то, значит, наши семьи, то есть мы, вот нас 120 человек рабочих, и считайте, где-то у каждого 4-5 человек мы еще кормим. Это где-то 600-650 человек тоже останутся без средств к существованию. Вот. И, значит, мы будем требовать, если от государства, чтобы нас, если наши так будут разорять, значит, чтобы нас пускай трудоустроят с такой же зарплатой. Вот. И если уже, значит, и пускай нам выплачивают пособие по безработице, если уж так мы хотят нас выкинуть с этой организации. И вообще, я хочу сказать, что вот это все сейчас, что вот это ведется против нашей компании, особенно против нашего директора Павла Камедагазиева, вот. Это дело надо вообще, как сказать, ну, чтобы идти, вернее, вот это, разбирать это дело, надо на честной основе. Вы понимаете, там фабрикуется все, там все высасывается из пальца, абсолютно все. Я думаю так, что должно быть честное и открытое все вот это судебное разбирательство. А оно возможно в Казахстане? Вот как вы считаете в данном случае? Я думаю, что в Казахстане вот это невозможно. И только если вот международное общество, как говорится, обратит на это внимание, что вот мы будем говорить, что мы, может быть, достучимся хотя бы до них, до этого международного сообщества, чтобы они посмотрели, что у нас здесь творится. У нас небольшая компания, мы, в принципе, выполняем такую работу по экологии. Это же мы боремся за вот эту вот экологию, за чистоту. И еще просто хочу сказать, что в 17-м году, когда мы заехали туда, в Тингис, мы с Барлаковым и Дагазеем ехали с конференцией там с одной, и у нас такой зашел разговор, что там просто вот, знаете, были ямы выкопанные, степи, и там были фирмы, которые занимались зачисткой вот этих резервуаров, якобы, они вот этот весь нефтешлам, они сваливали вот в эти ямы. А какой объем мы говорим? Чтобы было понятно, вот нефтешлам сколько это? Вот тысячах, сотнях тысяч. Сколько это? Вы знаете, это вот в кубометрах, я вам не скажу, но это огромные резервуары, это просто огромные резервуары выкапываются, ну не знаю, там на миллионы, наверное, кубометров этого нефтешлама. Вы представляете, это сколько? И сейчас фактически благодаря вашему предприятию этого нет? Да, это мы сейчас, вот Барлак Миндагазеев, вот мы, это самое, наша компания, значит, закупаем вот это вот новейшее оборудование, чтобы вот это даже, значит, сейчас не только зачисткой резервуаров заняться, ну и Барлак, мы тогда разговаривали с ним, он говорит, я хотел бы вот это все, вот эти вот котлованы, которые все заброшены, тоже их взять, зачистить, то есть вот это все почистить, нашу казахстанскую землю почистить, вот, вы понимаете, что такое предприятие власти готовы, Карим Масимов готов уничтожить, просто потому, что ему не нравится деятельность политической, Барлак Миндагазеев. Вот в таком плане, значит, это идет у нас еще с 17-го года, вот сейчас пока на резервуары, а дальше мы хотели еще завод, закупать оборудование мобильное, и чтобы, значит, вот эти все ямы, вот эти с этим нефтешламом, чтобы тоже очистить, вы понимаете, это огромнейшая работа, это же, потому что это наше будущее Казахстана. Да, конечно, да. Ну, вот я что-то хочу сказать. Спасибо большое. Вот скажите, вот так вот послушав вас, можете сказать, что у меня такое ощущение, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот сегодня такой очень специальный день тоже в России, из-за того, что преследовали и фактически незаконно арестовали Алексея Навального, во всей стране, в России сейчас выходят люди на массовые протесты. Слушая вас, у меня ощущение, что вот если что-то случается с тем же самым Барлаком Миндагазеевым или Баужаном Джесукловым, актуальным директором КСС, то вы тоже готовы выходить на протесты. Насколько я правильно это понимаю, насколько действительно вы настолько, можно сказать, в отчаянной ситуации, что вас взяли и в заложники политические, плюс ваше руководство хотят политически уничтожить за реализацию своих конституционных прав. Кто хотел бы на эту тему тоже высказаться? Конечно, мы не дать им, не позволим, чтобы преследовали наших руководителей. Барлак Миндагазеев является основателем нашей компании. Мы за него будем стоять горой. Я Усманова Гульнара, я работаю менеджером общественного питания. В течение 10 лет с Барлаком вместе работаем. Сейчас у нас Баржан Джусупов является директором. Вот на него тоже, его тоже преследуют. Уголовное преследование на него завели уголовное дело. Мы действительно пойдем на митинги, не знаю, пойдем на демонстрации, но мы будем требовать, чтобы прекратили это преследование. Эти преследования действительно приведут к тому, что закроют наши предприятия. Что значит закрытие нашего предприятия? Значит, все мы остаемся без работы, наши дети остаются без средств к существованию. Мы привыкли работать стабильно. В течение 10 лет мы работаем стабильно, мы работаем очень хорошо, у нас очень хорошие отзывы, мы умеем работать, мы можем работать, и мы обязательно будем поддерживать и Барлака, и Баржана. И не дадим в обиду Бекижана Миндагазеева, который работает с нами. Вот эти преследования мы считаем, что это специально делается для того, чтобы закрыть эту компанию. Мы готовы, мы выйдем, хотите, с плакатами выйдем, мы будем, мы хотим, чтобы нас услышали, вот что. Мы хотим огласки, мы хотим, чтобы нас защитили в конце концов. Вот такое наше мнение. А можно ли показывать тоже пример, вот как вы считаете, ну, ситуация на самом деле с увольнением, с преследованием, она же не только касается вас, то есть какое-то будет иметь влияние на другие фирмы, особенно на месторождение Тенгиз? Ну, на данный момент вот это наш единственный контракт, можно сказать, за счет вот этого контракта мы существуем на данный момент. И к этому контракту шли очень долго, годами шли к этому контракту, а сейчас действительно вот приобрели такое оборудование, которого нет в Казахстане. Никто этого до компании КСС никто этого не делал. Сейчас начали этого делать. Новейшее оборудование, это люди, которые обученные люди, которые работают, знают, понимают, инженеры. Если их оставить без работы, я вообще не понимаю, к чему это делается, для чего это делается, зачем. Неужели руководство наше не понимает этого? Мы бы хотели до этого достучаться, конечно, до правительства нашего Казахстана. Барбу, по сути, сам являет экологом. Он борется именно за экологию нашего Казахстана, борется. Он же, не знаю, мы ничего плохого не делаем. Спасибо большое. Сейчас я хочу прийти к нашим коллегам-правозащитникам, чтобы они прокомментировали, исходя из того, что услышали от вас и то, что знают тоже. Айгуль, может быть, с вас начнем. Вы, в том числе, следите очень внимательно за нарушением политических прав и гражданских прав других членов семьи, связанных с Барлаком Миндагазивом. По сути, обвинения в отношении них абсолютно абсурдные. Вы могли бы кратко сказать, кто еще является политическим заложником в Казахстане в связи с гражданской политической деятельностью, правозащитной деятельностью Барлака Миндагазива? Спасибо, Людмила. Да, власти Казахстана однозначно политически преследуют Барлака за его правозащитную деятельность, за его поддержку гражданской общественности Казахстана, за его финансовую поддержку. Власти Казахстана преследуют не только коллег Барлака Миндагазиева, но и родственников. Примерно месяц назад, где-то в числах 21 декабря, власти Казахстана, то есть КМБ по приказу соответственно властей Казахстана, сделал такой вот налет, можно сказать, это вообще невозможно сказать, что это было законно, налет, обыск, то есть в дом, и даже не один дом, там пять объектов, в том числе жилых объектов, Калыка Миндагазиева, брата Барлака Миндагазиева, а также в дом двоюродного брата Барлака Миндагазиева, Эрика, фамилия, по-моему, тоже Миндагазиев, я немножко сейчас забыл, вот, и что вы думаете, на каком основании, думаете, обыск провели? Абсолютно абсурдно, якобы пропали какие-то лошади там в этих районах, и сотрудники правоохранительных органов и КМБ искали их именно в домах и... В квартирах даже. В квартирах, да, именно, я сейчас расскажу, вот, братьев Барлака Миндагазиева искали именно, когда они проводили вот этот незаконный обыск, они начали именно с, ну, внутри помещения, жилого помещения, искали под диваном, под кроватью, в шкафах. Да, лошадей. Да, лошадей, 10 голов лошадей. Ну, естественно, к этому, конечно, родственники Барлыка, естественно, не имели никакого отношения, так как, ну... Ну, это было понятно, да? То есть, что не очень... Да, это было просто политическое преследование с целью запугать Барлыка, потому что когда первый раз... Не первый раз Барлык же, он давно уже преследуется, ну, когда вот недавно вот тоже вот начали преследовать... Да, коллег Барлыка. Барлык заявил, что он не остановится, что он будет дальше бороться. И поэтому вот они, по моему мнению, хотели еще больше запугать, и поэтому они вот совершили такой налет вооруженный, кстати, между прочим, в дом Калыка Микдагазиева. Они пришли, около 10-12 сотрудников, в том числе, плюс там было двое вооруженных сотрудников без опознавательных знаков. По виду это было... ОМОН, да. Орлана, скорее всего. Потому что вот я уже сейчас разбираюсь более-менее в форме, и мне говорили, что вот по экипировке они очень похожи были на отряд Орлана. Да, вот они... Естественно, они ничего не нашли. Изъяли, по-моему, оружие, ну, естественно, зарегистрированные. Да, ружье старое, да. Да, ружье, да, вот старое. И вот так вот... И лошадей не нашли под коврами, и предсказуемо в шкафах. Но это же важно, что показывает, опять же, уровень. Вот мы услышали, что от сотрудников КСС КНБ фактически организовала там политическое преследование, потом следующий шаг родственники. Это классический способ давления. Да. Да. Алма, может быть, вы расскажете ваш тоже опыт сотрудничества с Барлаком Миндагазиевым? Какие ваши наблюдения? То есть, что вы заметили? Какие были причины для преследования его членов семьи? Вот сейчас искали лошадей. Преследование, в том числе сотрудников КСС, истории, которых вы выслушали. Ну, и вы сами тоже подвергались преследованию, ваши коллеги. Расскажите тоже об этом опыте, чтобы наши эксперты, международные наблюдатели тоже об этом узнали. Здравствуйте, правозащитник Нарушева Алма. Движение Варитас, правозащитное движение Варитас. Барлак Миндагазиев, его фонд, он помогает оплачивать штрафы гражданских активистов. И он нам помогал, когда мы проводили акцию, он помогал нам в этой акции. Это помощь, значит, сбор гуманитарной помощи с семьями политических заключенных. Но я хотела бы сказать, что его, так как он является основателем компании, он занимается правозащитной деятельностью, и он не согласен с ситуацией, которая происходит в Казахстане, поэтому он преследует его через его родственников. Через ту компанию, основателем которой был он. И я призываю правительство США обратить внимание на то, как преследует компанию КСС, директора и членов этой компании. Хотела бы, я призываю Евразийский союз, Европейский. Я извиняюсь, Европейский союз, так как в этом году, этот год они объявили годом экологии, и то, что сейчас хотят сделать все, чтобы эта компания закрылась, то есть это недопустимо. Поэтому я бы хотела, чтобы я призываю обратить на это внимание. И вот здесь господин Барабаш говорит, что якобы это невозможно, допустим, чтобы судьи справедливо ввели это дело. Это возможно в том случае, когда будет какая-то огласка, когда будет поддержка международного сообщества и поддержка народа Казахстана. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо большое, Алла. Антонио, I would like to ask you as a representative of civil society from international point of view, you heard all stories of political persecution, you heard a story about persecution of also relative, close relative brothers of Barlek-Mindagaziyev. What do you think, how it would have effects on investing in reputation of Kazakhstan authorities abroad? Because, you know, this year, they are going to present this special summit, World Trade Organization. It should be in June, July. If it's not going to be personal, it will be public, it will be online summit, but they will try to convince international investors to give as much as possible money. But at the same time, we see that in case of KSS, one of the most prominent and the only company which is able to clean oil for international transfering, you know, for this oil transfering to international companies, they want to destroy it just because Barlek's human rights and political activism. So how it would affect for international reputation and the best reputation of Kazakhstan authorities? First of all, thank you to all the people that gave us some witnesses about what is happening from this point of view. I would like to add to your question. I asked you to Antonyo with the international organization, the international защit of the organization, how does it affect the political destruction, the destruction of the firm KSS, the destruction of Barlek and Minda-Gaziva на инвестиционную репутацию, международную инвестиционную репутацию Казахстана. Ну, потому что сейчас планируется подготовка саммита летом этого года, в июле, в июне международной торговой организации, семейной торговой организации, и фактически Казахстан будет стараться привлечь как можно больше инвестиций, убеждая международных инвесторов дать ресурсы, но при этом убивает такую ключевую инновационную компанию, как КСС. И поэтому я спросил Антонио, как это влияет на инвестиционную привлекательность, на международный инвестиционный климат в Казахстане. И прежде всего Антонио сказал, что он благодарен каждому из спикеров, которые дали свои показания, свои свидетельства о том, что с ними происходит и какое политическое преследование их сейчас встретило. Это первое, что сделать, это получить правильные информации, чему-то о том, что происходит в этом очень важном и важном секторе. Согласно, с точки зрения преследования правильной в Казахстане против экономические системы. И это очень важно. То есть, конечно же, для нас, как для международных правозащитников, в первую очередь важно получить и задокументировать показания, вот ваше свидетельство о том, что вы сейчас находитесь под давлением и что фактически, да, Казахстан, он нарушает на себя международные обязательства, конкретно оказывает экономическое и другие формы давления на ваше предприятие. Мы знаем, что все экономические системы в Казахстане в Казахстане, в основном, очень контролированные люди, которые на уровне уровня на уровне уровня. Поэтому это очень высокое направление экономического системы в Казахстане. Когда есть какие-то важные компании, какие-то важные компании, которые не согласны с руководством страны, то этот тип политических импликаций может влиять в очень плохую способность экономическое развитие. И то, что я хотела бы сказать, это что вот эти события, к сожалению, они будут иметь прямое отношение, прямое влияние на экономическую систему Казахстана, потому что мы знаем, что как раз-таки вот эта вся отрасль нефтедобывающая, она контролируется, конечно же, людьми, приближенными к власти Казахстана, да, прямо высоким лицам из власти Казахстана. И, конечно же, если кто-то, вот, например, как в случае с этим предприятием, выступает в оппозицию действующей власти, конечно же, в таких случаях мы знаем о том, что наступает в том числе давление, экономическое давление, политическое давление на это предприятие. This happened in many important sectors, in the oil sector, of course, in the banking system. So this happened in key issues of the economics of Kazakhstan. In this particular case, it affects also the environment. So, and this is a particular relevance also from international point of view. We, конечно же, знаем о случаях, когда происходит такое разрушение или захват или какие-то формы давления на область, нефтедобывающую область или, например, банковскую систему. Но здесь, конечно, еще дополнительный эффект, который сейчас является особенно чувствительным, это непосредственно экология. The environment is something that, of course, belongs to all the citizens of Kazakhstan, but it is a world issue. All ecological problems in one country affect all the other countries. And so that's why I think that the international public opinion and international institutions should pay attention in a special way to this case. И, учитывая то, что экология – это не что-то просто очень локальное, да, конечно, это в первую очередь касается тех людей, которые живут в том месте, где работает это предприятие. Но на сегодняшний день уже все понимают, что экологические вопросы, они на самом деле глобальны. То есть проблема экологического вопроса в одной стране, она касается на самом деле всего мира. Именно поэтому сейчас очень многие международные организации, они внимательно следят за тем, что происходит в любой точке земного мира, когда речь идет об экологии. И поэтому я считаю, что здесь, когда мы получили эти ценные показания, свидетельства сотрудников КСС, международные организации должны обратить особое внимание о последствиях, случаях происхождения какого-либо нарушения работы этого предприятия. И, конечно же, и второй вопрос, который здесь возникает, это защита прав правозащитников. Есть конвенции, которые артифицировала Казахстан, например, конвенция ООН, которые гарантируют возможность правозащитникам реализовать свои правозащитные действия. When it comes to WTO, World Trade Organization, and about the reputation of Казахстан, of course, I think that WTO, as well as other international institutions, should take into account these facts. И, конечно же, когда речь идет о международной репутации Казахстана, особенно, например, на форуме Всемирной торговой организации, ВТО, конечно же, такие организации, как Всемирная торговая организация, они должны обращать внимание и будут обращать внимание на то, как выполняется со стороны Казахстана действительно тщательно их соблюдение прав человека в целом, но и в том числе, в первую очередь, ВТО это важно, предприятия, которые заботятся об экологии и гарантируют экологическую деятельность. И, конечно же, это в том числе касается международной организации, которая занимается защитой работников, потому что это, в первую очередь, также защита трудящихся в Казахстане. И, конечно же, как мы знаем, Казахстан является частью важного объема на протяжении и обстоятельства, например, с ЕС. И, опять же, ЕС. И, конечно, здесь есть другой еще основополагающий документ, который называется «Расширенное соглашение о сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном», который также основан в первую очередь на защите прав человека. И здесь роль Европейского Союза – обратить внимание Казахстана на нарушение прав человека, в данном случае на невозможность реализации своих законных прав. И, конечно же, мы призываем их это сделать. И то, что я хотела бы сказать в заключении, это есть такое понятие, что в английском это «интердепендент». Которое все чаще и чаще сейчас повторяется на международном уровне – это взаимосвязь, взаимозависимость. Все мы взаимозависимы. Если что-то происходит в Казахстане, нарушение какой-то глобальных прав человека или каких-то других прав, оно так иначе влияет на ситуацию в других странах. Мы все взаимосвязаны. Поэтому здесь очень важно, чтобы международное сообщество также отреагировало, и мы будем стараться в этом помочь. Спасибо. Спасибо. So, thank you very much, Антонио. Огромное спасибо каждому из вас. Со своей стороны, я хотела бы сказать о том, что этот эфир мы обязательно опишем в отчетах, а также направим непосредственно и различным экспертам, которые занимаются аналитикой нефтегазового сектора в Казахстане и также в регионе. Потому что транспортировка неочищенной нефти, как мы видели на примере Беларуси, взаимоотношения их с Россией, она очень сильно повлияла, в том числе на международные скандалы, различного рода расследования, что же все-таки произошло. Поэтому, когда КНБ пытается неуклюже оказывать давление, политическое давление, и брать в заложники сотрудников фирмы КСС или же родственников Барлака Миндегазива, они должны обязательно это взять во внимание. Мы будем также обязательно информировать об этом эфире и полученных нами свидетельствах конгрессменов и сенаторов Государственного департамента США, а также партнеров в европейских структурах и международных организациях. И обязательно, как вы уже поняли, информировать Всемирную торговую организацию и другие организации, которые защищают права работников. В заключении хотела бы сказать также огромную благодарность вам за стойкость, за то, что вы, несмотря на все преследования, поддерживаете и Бауржана Джусупова. Насколько мне известно, сейчас он ожидает дальнейших судебных слушаний. Конечно же, расчета на то, что эти судебные слушания будут какими-либо вообще объективными, как мы услышали, практически нет. Нет. Единственная надежда, что, возможно, под международным давлением, конечно, они как-нибудь постараются из этой ситуации выйти. Но для этого должно быть давление и со стороны международного сообщества, и внутри Казахстана. Пример, как необходимо оказывать давление у вас есть, дорогие казахстанцы. Вот смотрите, пожалуйста, на Беларусь, Кыргызстан или же сегодня следите за протестами в России. Это то, что поможет международному сообществу услышать ваши голоса и то, что поможет власти в Казахстане понять, что вы разговариваете и требуете защиты своих прав серьезно. Огромное спасибо еще раз всем участникам, коллегам-правозащитникам. И остаемся с вами на связи. Внимательно будем следить за все, что с вами происходит. Всего доброго. Людмила, а можно добавить еще немножко? Вы еще хотите? Окей, хорошо, пожалуйста. Да-да-да, я просто немножко хочу подытожить. Вы знаете, власти Казахстана, они такой безупречный имидж себе рисуют, но это не так. Если человек имеет гражданскую позицию, в нашем случае это Барлок Миндагазиев, он правозащитник, меценат, предприниматель, то власти пытаются стереть все, что с ним связано. Это компания, коллег, его родственников. И я что хочу сказать, что вы знаете, мы своих ребят введение оставляем. В 2013 году мы уже показали свою сплоченность. Поэтому как бы нам терять нечего. Я думаю, как бы надеясь, именно власть посмотрит наш эфир, и они сделают выводы, что лучше пускай оставят нашу компанию в покое. И они таким образом просто сами вперед, наоборот, именно подталкивают народ именно к определенным действиям. И как раз именно в связи с событиями на постсоветском пространстве. Понятно. Спасибо большое. То есть, по сути, вы подтвердили то, что я и говорила. Хорошо, спасибо большое. Вы отважные люди. Мы действительно вами гордимся. Очень рада с вами было лично познакомиться хотя бы онлайн. И до новых встреч. Всего доброго. Спасибо.